Приветствую вас. Если вы хотите профессионального ответа на свой вопрос, то я должен вам сразу сказать о том, что для лучшего понимания того, для чего ваш мужчина или молодой человек делает то, что делает, для лучшего понимания нужно знать о нем больше. То есть, нужно больше информации о нем. Нужно больше информации о его особенностях характера, о его личности, о его проблемах, если такие такие есть и так далее. Кстати, что интересно, вы не написали о том, что же с ним все-таки произошло. То есть, ну, вот именно с его квартирой, что случилось. Вы не написали об этом. Вот. Поэтому здесь, здесь ситуация именно такая, что если вы хотите лучше понять его, то нужно, соответственно, больше информации именно о нем и о том, что вообще происходит с ним. Но, в принципе, в принципе, то, что вы говорите, очень даже подходит, подходит то, что вы говорите. То есть, это действительно очень может быть привычка, это действительно очень может быть его такое вот отношение к вам, в том его потребности, в том, чтобы вы были рядом с ним, вот. Ну и так далее. То есть, это очевидно, он это делает скорее для себя, нежели чем для вас. Вопрос заключается в другом. Основной вопрос заключается в другом. А у вас, у вас, это вот то, что происходит, уже, судя по всему, не первые отношения. Такие, не первые отношения, которые заканчиваются вот так, или могут закончиться вот так. То есть, у вас есть ребенок, ребенок, значит, с инвалидностью, значит, у него есть отец, отец не помогает, вот, по какой-то причине. И это вот, все это позволяет задуматься о том, насколько вы, именно вы, уверены в себе. Насколько вы эффективно ставите себя в отношения с мужчинами вообще. Потому что, исходя из того, что вы пишете, я, вот, вы говорите, что я души в нем не читаю и так далее. Это вот довольно такая показательная черта, потому что вы мужчине много прощаете. Вы прощаете ему то, что он прикиняет вам боль, вот, и все бы ничего, все бы ничего, все было бы здорово, если бы вы только не ждали от него того, что он будет действовать. Так, вот это, конечно, самое печальное. То есть, вы не только делаете для него что-то в ущерб себе, да? Ну и ожидаете от него тем самым, стимулируя наличие у вас таких вот невротических отношений. Далее вы пишите о том, что так вышло, так вышло, что вы живете на разных континентах. Позвольте в этом с вами не согласиться. Не так вышло, а вы, вы выбрали себе такого мужчину, который живет на другом континенте. Вы выбрали себе такого человека. И вопрос, который у меня есть к вам, только такой. Чем обусловлен такой выбор? Чем обусловлен, обусловлено то, что вы, вот, вы выбрали себе такого мужчину. Ну вот, для себя. Да? Вы выбрали отношения на расстоянии. Вот. Тем более без возможности быть вместе сейчас. И неверно, когда она будет. Это возможность. Ну вот, всё это, всё это навевает, навевает на мысль о том, что вы в себе не уверены. Понимаете? Всё это навевает на мысль о том, что у вас занижена самооценка. Понимаете? Вот. И с этим нужно работать. То есть это позиция такой. Знаете, это позиция жертвы у вас. Вот. То, что я вижу. Он решил уехать на пару, на отдых на пару дней развеяться. У него произошёл потом в квартире, которую он снимал, это его расстроило. Непонятно, что случилось, но тем не менее. В другую страну я не смогла поехать, так как финансовое положение моё не позволило совершить эту поездку, и попросить его оплатить я не могла, так как он сказал мне, что денег на меня у него нет, а также ему предстояли колоссальные забрать на новую квартиру и месяц. Ну, понимаете, вот здесь, конечно, просматривается отношение мужчины к вам. Я не знаю, честно говоря, насколько вы готовы это услышать, но у мужчины отношение к вам явно не справедливо. явно не духовное. Знаете, вот так скажем. Вот, и либо вы, либо вы для себя это примете, то, что это так, и уже, уже решите с этим что-то делать, либо нет. Вот. Либо, либо всё так и будет продолжаться, к сожалению. Потому что, ну, по-другому, вот, по-другому быть не может. Никак. Если, 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 если у мужчины нет денег на вас, как, как он говорит, вот, то это просто означает его культуру, его отношение к вам. Вот. Да, можно говорить и говорить о том, что, что у него сейчас трудный период, что ему тяжело и так далее. Но, тогда, зачем он обвинял вас в том, что вы не приехали. Вот. И, такая его позиция, она и ваша позиция, наводит меня на мысль о том, что вас созависимы. То есть, вы нуждаетесь в этом мужчине. И, ребёнок с инвалидностью, который у вас есть, это может быть, как раз, как бы это сказать. Это может быть, как раз, эм, стимулом. Это может быть стимулом для вас. Эм, нуждаться в этом мужчине. В этом мужчине. Вот. Нуждаться в этом молодом человеке. Но, эм, ещё раз повторю вам, что ваши отношения текущие, на данный момент, это отношения не э, 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 эмоциональные. Это отношения не э э, э, искренние. Это отношения не любящего человека. Ну, я имею в виду э э, мужчины. К вам. Это отношения к человеку, который, ну э э, как бы э э э, использует вас. Использует ваше внимание, возможно. Использует вашу, ну, вашу энергию. Вот. Зная при этом, что вы от него, скорее всего, никуда не денетесь. Ну и вы сами об этом, в принципе, говорите, когда делаете акцент на том, что вы в нём не чаете души. Понимаете? То есть тут, на самом деле, в этом плане всё довольно просто. И то, что вы спрашиваете нас о нём, да, то есть вы спрашиваете о нём, о нас. Не о себе. Ни что мне делать. Ни как мне выкинуть его из головы. Или как мне выстраивать другие более, ну, более здоровые отношения, да. А вы спрашиваете именно о том, почему он так себя ведёт. Что говорит о том, что вы ориентируетесь на него, а не на себя. А он ориентируется на себя. И в этом между вами разница. Поэтому он всегда будет в такой позиции. В позиции, типа, я несчастный, я могу что-то для тебя сделать только тогда, когда у меня есть, ну, когда у меня есть возможность. А когда мне плохо, то ты сразу, ну, ты сама решай и сама справляйся как хочешь, вот. И я тут же обвиняю себя. Ну, и то, что у мужчины есть такие вот немного, знаете, истерические нотки, да, истерические такие элементы в поведении, это тоже на самом деле довольно угадывается. Вот. То есть вам нужно определить, что вы вообще от мужчины своего хотите. Вот. И то, что вы для него делаете, да, то, что вы именно делаете для него, вот, для чего вы это делаете. То есть, одно дело, одно дело, если вы делаете это действительно для него, но, знаете, какая история. Вы обвиняете, как бы, ну, говорите, что вот, почему он не принимает меня, да, почему он не простит меня, вот. Хотя он вас вроде бы простил, по крайней мере, вот. Он же сказал, что простит, да, вот. Вы говорите, почему он меня не простит, почему он не примет меня, но при этом сами вы отказываетесь его принимать. Сами вы уже начинаете от него что-то требовать. Тем самым скатываясь, скатываясь, скатываясь с ним в эту игру. Вот. По факту. Скатываясь с ним в эту игру, в которую человек с вами играет. Вот. И возникает вопрос, а вы, вы его любите? Вы его любите с таким отношением? Понимаете? Мне кажется, что каждый из вас просто использует друг друга, вот, по мере возможностей. и все. Так это мне видится. По крайней мере. Вот. И если раньше все устраивало, да, то сейчас, по сути, уже нет. Задумайтесь, как часто мужчина радуется за вас вашим успехом. Вот. Задумайтесь о том, можете ли вы радоваться успехом его. Вот. Подумайте об этом. Подумайте. И больше вам нужно думать все-таки о себе, а не о нем. Потому что вам нужен мужчина, вашему ребенку нужен отец. Вот. И пересмотрите свои отношения вот с отцом ребенка все-таки. там вот нужно, нужно начать с этих отношений, да, чтобы учиться вот именно защищать свои права, защищать то, что вам положено. Вот. Понимаете? А пока отец ребенка не помогает вам никак, да, то есть не платит алименты. Вот. Ну, можно говорить о том, что вы не готовы бороться за свое счастье, не готовы быть счастливыми сами по себе. Да? То есть и требовать то, что вам прочитается. Вот. Поэтому, а... Поэтому я думаю, что вам нужно исходить именно из этого. А мы... Мужина, он, ну, вот мужчина вами манипулирует в своем поведении, да, то есть он говорит, что, Ну, я не знаю, смогу ли я простить, это для меня нелегко и так далее. Все это манипуляция, по сути. И я думаю, что либо вы это примете, либо вы продолжите его обрадовать, ну вот, как вы делали это до сих пор. Ну, я тоже вам решать. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но я думаю, что вы всегда брали на себя много ответственности, всегда брали на себя повышенную ответственность. Всегда вы отвечали за большое количество людей, ну то есть всегда вы отвечали за кого-то кроме себя. Вот. И сейчас, например, вы отвечаете, да, ну вынудили отвечать за ребёнка своего. Вот. И в некотором смысле ребёнок с инвалидностью это то, где вы можете раскрыться полностью. Вот. Подумайте об этом. О том, как вы себя ведёте, какой у вас путь на протяжении всей жизни вашей. Подумайте. И, может быть, тогда вы придёте к тому, что нужно что-то менять не в молодом человеке, да, и не пытаться лучше понять его, а менять что-то в себе, в своём отношении. И подумайте, почему молодой человек, да, вот почему мужчина позволяет себе так говорить, позволяет себе так себя вести с вами. Вот. Почему мужчина не боится вас потерять, например. А ведь это нормально, это необходимо для мужчины это нормально. Нужно бояться потерять. Это необходимый стимул для мужчины. Вот. Просто подумайте. А что вы можете сделать для того, чтобы он боялся вас потерять? Например. Что вы можете сделать? Что хотите сделать для этого? Что делаете для того, чтобы он боялся вас потерять? Делаете ли вы что? Вот. А так, да, мужчине, мужчине от вас что-то нужно, он это получает. Вот. И особых проблем у него с этим, да, то есть с получением того, что нужно, нет. Вот. Вот так. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что не совсем это про то, что вы спрашивали. Вот. Но ещё раз повторю. Если вы хотите профессионального ответа, да, именно профессионального ответа, если вы хотите, вот. Что я рекомендую вам на консультации с психологом в индивидуальном режиме. Значит, более подробно рассмотреть психологический ответ мужчины. И тогда уже можно будет о чём-то говорить. А пока, пока вот так. Потому что, ну, я вот могу сделать вывод относительно вас, да, вот. Относительно вас я могу сделать вывод и могу какую-то, ну, какую-то позицию вспоминать, да, могу это сделать. Вот. Но, относительно другого человека, да, относительно вот мужчины, то есть третьего лица, говорить об этом, это неэтично на самом деле. Вот. Поэтому, если хотите его понять, то, значит, милости прошу на индивидуальную консультацию, да, и, соответственно, уже будем там разбирать, смотреть. Вот. Вопросы, вот. И, соответственно, все необходимые будут заданы вам. Вот. И уже на фоне этого можно будет говорить конкретно. Для чего мужчины так всегда ведёт и почему. Чтобы не гадать. Чтобы не гадать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова